Здравствуйте, наши дорогие подписчики и зрители! Добрый вечер, доброе утро, доброе время суток! Здравствуйте, Леонид! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мой собеседник очень интересный человек для меня. Это доктор Андрей Волна, которого, я думаю, очень хорошо знают и украинские зрители, и российские зрители. И многие международные наши зрители. Доктор Волна, известный травматолог-ортопед, получил очень широкую известность после того, как он начал проводить образовательные курсы международные для ортопедов-травматологов. Он известен тем, что он учит ортопедов-хирургов многих стран и очень успешно работал травматологом до тех пор, пока в 2021 году, если я не ошибаюсь, уехал в Украину. И сейчас работает волонтером в украинских вооруженных силах. Андрей, расскажите мне, пожалуйста, как вам в Украине? Еще раз добрый день. Леонид, я начну с небольшой правки и после этого перейду к прямому ответу на ваш вопрос. Я не организовал курсы, я в качестве факулти, в качестве преподавателя принял участие в международных курсах. И моя репутация позволила организаторам курсов приглашать меня в разные страны, в диапазоне от Нидерландов на севере Европы до Объединенных Арабских Эмиратов на севере Африки. И в Украину я стал ездить и был частью преподавательской команды, а иногда и чайерменом, председателем курсов с 2008 года. С 2008 года у меня сложились очень теплые, тесные отношения с украинскими коллегами. Мы не только проводили курсы вместе, мы и оперировали вместе, мы и проводили какие-то мероприятия, ну, велотуры, допустим, украинские, на которые я приезжал с одной из своих дочерей. А с началом широкомасштабной агрессии, да, в 2022 году, 24 февраля, мы с женой поняли, что по-другому жить нельзя, мы уедем из страны в любом случае, ну, а начавшееся преследование как бы помогло принять это решение быстрее. Поэтому в 2022 году я уехал из России, уехал с семьей, я получил международную защиту, как человек, преследуемый в России, человек, которому нельзя возвращаться в Россию, международную защиту в соответствии с Женевской конвенцией, по-моему, 51-го года. И я, и мои дети, и моя супруга, мы находимся под международной защитой. И вот эта защита уже позволила мне просить о разрешении въезда в Украину. И 5 сентября 23-го года, это одна из тех дат, которые останутся в моей жизни навсегда, я въехал в Украину для того, чтобы плечом к плечу, как говорится, с моими замечательными украинскими коллегами лечить раненых, раненых, которые получили повреждения в результате этой страшной кровавой российской агрессии. Периодически я возвращаюсь к семье в Таллинн и после этого снова возвращаюсь в Украину. Сейчас я в Украине. Ну, вы должны согласиться, что это уникальный случай. Я не могу назвать ни одного другого российского врача, который читал бы лекции для международной аудитории. Для этого нужно обладать, по-первых, очень серьезными профессиональными знаниями и хорошим английским языком. Как вы выучили английский язык так хорошо, Андрей? К сожалению, мой английский язык не столь хорош. Да, я читаю лекции, я хорошо общаюсь на профессиональные темы. Но если мы с вами будем говорить, допустим, о войне на английском языке, на какие-то политические темы, то я буду плавать, поскольку мой словарный запас, он больше акцентирован на медицине, травматологии и ортопедии. А учил как? Учил, как и все в школе. Что латынь в советской школе, что английский. Это же мертвые языки, которыми ты никогда в жизни не воспользуешься. Во всяком случае, так я думал, когда был школьником. Ну, а тогда, когда стал ездить за границу, сначала учиться, а потом и преподавать, конечно, мне приходилось нанимать преподавателя. Это продолжалось годами, это не какой-то там месячный курс. Ну, вот приходилось заниматься. И вот когда был ковид, была такая пауза образовательная, и сразу же ее почувствовал. Я бы сейчас пригласил преподавателя, чтобы освежить свой язык, потому что в декабре прошлого года, когда я поехал снова на курсы в Швейцарию, в наш любимый Давос, там вот эти политики и прочие жулики собираются в конгресс-центре. Этот конгресс-центр, он, это наш, это ассоциация травматологов мировой, он построен для курсов, и там именно проходят курсы. Ну, а в другое время вся эта братва тогда допускается. Кстати, Давосцы, а я в Давосе был больше 20 раз, намного больше, а может и 30. Поэтому я знаю и местных жителей, у нас некоторыми дружеские отношения. Они говорят, мы очень-очень любим, когда врачи приезжают, потому что за две недели курсов вы съедаете в ресторанах столько и выпиваете столько, сколько весь Давос за весь год полный. И очень не любим политиков. Почему? Потому что Давос перекрывается, это безопасность, они не пользуются, не в такой степени пользуются ресторанами, у многих какие-то договорные отношения там с кем-то. Но, в общем, это худшее время, они мне говорят. Один раз я это застал, потому что не очень мы поехали с женой и детьми кататься на горных лыжах, мы очень любим этот активный вид отдыха. И как раз немножко попали не на начало мероприятия вот этого политического, а на завершение подготовки к нему. О, да, это перекрытые улицы, но, в общем, как бы такой вот центр Давоса, как центр Москвы в худшие времена становится. Вот таким вот образом. Нет, есть российские доктора, которых приглашают за границу, это из Российской травматологической ассоциации, но столько раз в таком количестве чейрменом, председателем курсов где-нибудь там в Швейцарии. Никто из моих коллег нет. Это так. Андрей, как военный врач по образованию, я не понаслышке знаком с боевыми повреждениями. И я знаю, что травматические повреждения во время войны – это эпидемия. Расскажите немного, пожалуйста, о структуре раненых. Что отличает сегодняшнюю войну от войны, скажем, в Афганистане? Какие новые вещи появились? Типа кассетные боеприпасы и вот это вот все. Ранящие снаряды могут быть разными, естественно. Да, кстати, возвращаясь к термину травматическая эпидемия, это Николай Иванович Пирогов ведь так назвал войну. Я, знаете, чем еще чуть в сторону, если горжусь, дело в том, что меня приглашают, как приглашенного профессора, я в перерывах между поездками в Украину, я читаю лекции в университете Тарту, там, где учился. Там, где он учился. И немножко преподавал. Поэтому, когда профессор Армяртсен смеется и говорит, ну, все-таки ты не первый русский, который у нас читает. Я говорю, я обижусь, а кого вы еще приглашали, кроме меня? Он говорит, не, это было еще до меня. Первым был Николай Иванович Пирогов. Я говорю, ну тогда ладно, я согласен быть вторым. Это хорошая компания. Ну, на самом деле, там период империи, конечно, были и другие люди. Так вот, дело в том, что медицинская помощь в Украине, вот в течение большой войны, она структурирована. То есть, если, допустим, не применим опыт войны вьетнамской, например. Почему? Потому что тогда система организации американской военной помощи была построена на том, что самовзаимопомощь, эвакуация раненых вертолетом, на вертолете продолжается мероприятие жизни, спасение, жизнеобеспечение, эвакуация на корабль, который выполняет функции госпиталя. Все, это как бы завершающий этап, ну, помимо реабилитации, которая уже осуществляется на большой земле. В Украине это невозможно. Почему? Потому что абсолютное доминирование россиян в воздухе и любой вертолет, он будет немедленно сбит. Вот, поэтому оказание помощи многоэтапное. Первый этап на поле-поле, это самая взаимопомощь. Дальше прифронтовые госпитали, между ними стабилизационные пункты, так называемые. При фронтовой госпитале это там немножко шире диапазон выполняемых мероприятий, ну, и стабилизационные пункты тоже для наших пациентов, для пациентов травматологического профиля, они абсолютно преобладают, я имею в виду ортопеда травматологического, то есть тяжело раненые около 80% имеют повреждения костей и суставов, ну, кроме там повреждения легких органов, брюшной полости и так далее. Вот, при фронтовом госпитале уже оказывается помощь. Прежде всего, у нас же приоритеты у травматологов какие? Это военная хирургия. Первое, это сохранение жизни. Если для сохранения жизни нужно ампутировать конечность, она будет ампутирована. Второе, это сохранение конечности. Если удалось сохранить и жизнь, и конечность, то третье, это сохранение и восстановление функций. Конечно, это все наслаивается друг на друга, но, в принципе, об этих этапах мы помним. Из прифронтового госпиталя легко раненые возвращаются в свои части, а тяжело раненые дальше отправляются уже на большую землю. Ну, как бы иногда это прямо рядом с линией фронта. Это может быть и Харьков, это может быть и Днепр. И в основном там уже заканчивается лечение раненых. Но существуют еще и головные госпитали в системе вооруженных сил Украины, в системе Министерства внутренних дел и в системе пограничной службы, так называемой прикордонной службы Украины. Так вот, я волонтерю в госпитале прикордонников, в госпитале пограничников. И это головной военный госпиталь, поэтому в основном к нам попадают те пациенты, те раненые, которые нуждаются в сложной и длительной реконструкции конечностей. То есть они уже выжили и им уже оказали помощь. Как правило, это сохранена хотя бы одна конечность. Раньше в мирной травматологии я такого не видел. Я имею в виду, мало приходилось сталкиваться с тем, что, допустим, тяжелейший огнестрельный перелом одной голени или бедра отсутствует вторая конечность. Все-таки как бы в мирной травматологии это исключение, а не правило. А здесь, ну, наверное, одна треть пациентов, ну, четверть может быть, я не считал точно, она именно вот с такими повреждениями. Ну и плюс приходят так называемые эвакуационные поезда из прифронтовых госпиталей. Вот там срок с момента ранения может быть меньше, может быть 3, 4, 5 дней. Естественно, уже проведены хирургические обработки ран. Естественно, уже наложены аппараты внешней фиксации. Но очень часто, не очень часто, а практически всегда этого недостаточно, потому что на разных этапах разные вторичные обработки. Ну, дебридмант, 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 дебридмант. Потом замена внешней фиксации на внутреннюю, замещение дефектов. Это продолжается достаточно долго. Так вот, это подводка к короткому ответу на ваш основной вопрос. Какие травмы доминируют? Вот с чем мы сталкиваемся, доминируют абсолютно минно-взрывные ранения. 90 процентов, 90 – это не круглая цифра для красоты, реально 90 процентов пациентов в головных госпиталях и в гражданских больницах, которые являются вот четвертым головным этапом, это пациенты с минно-взрывными ранениями. Это легче, как правило, и украинские мои друзья смеются, говорят, что это попроще, конечно. Для наших зрителей хочу пояснить, что термин дебридмант означает освобождение раны от некротических тканей и тканей, которые предположительно не смогут быть возвращены к нормальному функционированию. Буквально это очищение раны от тех тканей, которые не выживут. Значит, многие наблюдатели и американские врачи, я участвовал в беседах с американскими травматологами украинского происхождения, и они отмечают разительную разницу во времени, проходящем так называемый «золотой период», который проходит от момента нанесения травмы до оказания специализированной помощи. И они говорят, что в российской армии этот период значительно длиннее, а иногда просто раненые не доходят до специализированного этапа, потому что в массовом количестве гибнут в ближайшем расстоянии от фронта, потому что их неорганизована эвакуация. И я знаю, что в украинской армии обстоит значительно лучше. С чем вы это связываете? Различное качество врачей, организации. Вы знаете, Леонид, вы знаете, дорогие зрители, скорее всего, это связано не с качеством врачей как таковых, а это связано с менеджментом, общими вопросами организации медицинской помощи, которые исходят из чего? Вот что в Украине видно сразу же, в госпиталях видно, в коллегах видно. Для Украины каждый защитник, заестник, они называют его, это особая ценность. То есть реально, вот совершенно реально за каждую ногу, за каждый сантиметр дефекта идет серьезнейшая борьба. Я очень хорошо знаю отношения российского государства не только к раненым, а и к здоровым, вообще к своим гражданам, которые воспринимаются в качестве, так сказать, какого-то... Интериал. Да, вот именно так. Поэтому у меня нет никакого инсайда на российской стороне, но у меня достаточно большой опыт работы в российской медицине, чтобы понимать, что ничего хорошего там не будет. Ведь есть великолепные мультицентровые исследования, кстати, возглавляемые американскими хирургами. Вот даже такой вопрос экономически, что лучше? Ампутация при разрушенной конечности, но когда ее можно сохранить? Или сохранение конечности? Вот это громадное исследование. Так вот, если не тратить денег на последующую реабилитацию человека, а просто отрезать ему ногу и выписать, это гораздо дешевле. Но если потом занимается нормальным протезированием, реабилитирует и в медицинском, и в социальном аспекте, то это 50 на 50. Поэтому в Украине борются, а в России, допустим, как тебе сократить расходы на лечение раненых? Ну, не надо бороться за каждую. Не, ну, понятно, если там простой перелом, если там ничего страшного, то вылечат, возьмутся. Но если это разрушенная конечность, там надо, у нас есть пациенты, у которых 10, 12, 14 дебридментов только. Почему? Потому что если ты радикально, это только ампутация, больше никак. И вот через день тут, через день вот это вот берется дебридмент, 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 дебридмент. Не верю и знаю, что в России никто этого делать не будет. Потому что все эти дебридменты, пребывание в стационаре. Это большие деньги, это большие расходы. А ты отсек ногу, выписал его, и кому он потом будет нужен в этой своей... Из Москвы же и Санкт-Петербурга мало призывают. В свои тыве, буряки и так далее. Я не говорю, у меня нет уничижительного отношения к этим территориям, которые ныне в составе Российской Федерации, но у меня презрительное отношение к государству, которое плевало на этих людей. И они пошли воевать, потому что их заработная плата была максимум 150-200 долларов, а сейчас им только первично платят около 14 тысяч евро. Понятно, это не повод становиться убийцами, но ведь люди не понимают главного, может быть, что риск быть тяжело раненым в 3-4 раза превышает риск того, что тебя убьют. И кому ты будешь нужен без глаз, без рук, без ног? В российском-то государстве до войны был мусором, а после войны будешь мусором вдвойне. Вот так бы я ответил на ваш вопрос, дорогой Леонид. Ну, это отражает в целом стратегию российского руководства. Два постулата. Бабы новых дорожают, и второй это их проблема. И поэтому многие, кто идут воевать на российский фронт, они не понимают, что значительно проще для них и легче быть убитым, чем раненым. Если ты ранен, ты вернешься, и мы все помним, люди, кто пожил немного дольше, мы помним на улицах страны, раскатывающиеся на тележках с подшипниками вместо колес, так называемых самоваров, людей без двух ног, часто без одной руки, а потом они все исчезли моментально. Куда же они исчезли? И всех свезли в лагеря, типа вот на Валдае был такой один лагерь. И страна совершенно ясно дает понять отношение к отходам войны, как их называют. И мое глубокое убеждение, как и во всех других областях военной медицине, больного и раненого лечат не столько врач, сколько система, а система в России, мы сами знаем ее. Я недавно разговаривал с одним своим однокурсником, который все еще занимает достаточно высокую позицию в системе советского военного здравоохранения, и он мне с ужасом рассказывал о том, что творится. Это переполненные госпиталя, это раненые, которые бросают просто на поле боя, потому что видят, что никакой перспективы для того, чтобы их вернуть в строй нету, а в другом плане они не представляют никакого интереса. И поэтому я хочу следующим вопросом, которым я хочу коснуться, а вот разница в образовании украинских врачей и российских меня всегда удивляла. Украинские врачи, которым я преподаю pain management на вебинарах, значительно лучше знают английский язык, и в целом чувствуется, что их знания значительно более глубокие, они больше читают литературу. Заметили ли вы это? Вы знаете, наверное, вот я не могу, дело в том, что, наверное, ситуация может отличаться по специальностям, разная мотивация, вот, допустим, международная образовательная система, в которой я преподаю, но это главная, главная курсы постдипломной подготовки травматолога в ортопедах в мире, в Россию эта система пришла в начале 90-х, а в Украину в 2007-м году только. Поэтому в том, что касается, было определенное отставание, в том, что касается в Украине отставание, естественное, поскольку страна позже присоединилась в травматологии и ортопедии к международно признанным стандартам соблюдения этих гайдов, соблюдению протоколов. Но, как правильно мы с вами заметили, и как говорил Пирогов, война – это травматическая эпидемия, война учит, причем война-то началась в 2014-м году, и, конечно, количество раненых не сопоставимо, но уже тогда люди стали, травматологи гораздо больше интересоваться современными достижениями в травматологии, резко увеличилось количество украинских врачей, которые едут на курсы. Язык для травматологов, для травматологов моего поколения в Украине по-прежнему это остается проблемой. А вот молодежь украинская, они разговаривают чудесно, у нас, у меня вот в нашей ассоциации уже украинской травматологической ребята совершенно спокойно, вот сейчас их посылают на специализацию, едут в Германию, ну, понятно, международный язык общения врачей, это английский, вот сейчас парень находится один в Японии, позавчера в США уехала бригада молодых докторов из того госпиталя, где я добровольцам помогаю украинцам, то есть для молодого поколения да, это уже качественно новый уровень. Ну и плюс с началом широкомасштабной агрессии более опытные украинские коллеги с привлечением иностранцев, в том числе и американцев, Роман Гайда, допустим, может быть, вы его и знаете, это этнический, он американец, он родился в Штатах, но его родители, они украинцы, он такой вот, он разговаривает украинскую, западноукраинскую мовую, и, ну, естественно, на английском языке, он из Бостона, этот доктор, и украинские мои друзья над ним подсмеют, ну, так, он тоже как бы в этом принимает участие, они говорят, это его украинский язык, это тот язык, на котором говорили наши дедушки и бабушки, а может быть, прабабушки, он говорит, очень правильный, но он говорит, такой несовременный, что лучше ему говорить английскую мовую, чем украинскую, ну, в общем, хотя, да, конечно, он великолепно знает украинский язык, но он немножко старомоден, как его учили родители, до этого бабушка с дедушкой, так вот, с началом полномасштабной агрессии только специальных курсов Battlefield Injuries проведено в Украине 10, то есть, это на каждый курс от 50 до 70 травматологов собираются, и вот идет этот длительный разговор, там не только лекции, там и дискуссии, там и практические занятия, там как ВАГ правильно поставить, как аппарат внешней фиксации наложить и так далее, я горжусь тем, что я в 8 курсах принял участие, в 4 онлайн и в 4 оффлайн, уже когда я был в Украине, так что уровень растет, и сейчас, конечно, я думаю, вы знаете, вот такой нюанс, такое количество громадных дефектов кости, инфицированных, потому что это минно-взрывные ранения, именно, не огнестрельные, вряд ли кто из наших европейских коллег и американских видел такое количество, лечил такое количество раненых именно с минно-взрывными ранениями, почему? Потому что россияне минируют всю вот эту полосу соприкосновения и очень много этих повреждений, ну и плюс, что появилось в последнее время, буквально это вот с нового года, это минно-взрывные ранения, связанные с поражением элементами, я забыл, как это называется, но вот эти вот жуткие бомбы, там от 500 килограмм, тысяча, полторы тонн, ну вот это страшные бомбы, к ним научились придерживать, приделывать крылышки, и эта бомба, она планирует, то есть российские самолеты запускают ее с безопасного места над территорией Российской Федерации, допустим, в 90-70, я не знаю, сколько, не буду врать, но в общем на таком расстоянии, где они находятся в безопасности и украинцы не могут туда дострелить, и вот эта бомба, она планирует и идет, Харьков так обстреливает, кстати, и полосу вот эту вот обороны украинца, вот появились ранения, связанные с использованием вот этого боеприпаса, но принципиально ведь отличаются, знаете, ранения миновзрывные, это противопехотная мина, или это ранение вследствие взрыва, там, минометные, да, бомбы какой-то и так далее, потому что противопехотные мины, русские используют два типа противопехотных мин, это так называемый лепесток, это низкоэнергетическая мина, она, как правило, отрывает переднюю или заднюю часть стопы, человек становится абсолютно недееспособным в военном смысле, он раненый, но, как правило, смерть наступает редко, а вторая мина, которую русские используют, это черная вдова, так называемая, на сленге ее украинцы называют, это самая большая в мире противопехотная мина, если мне память не изменяет, там, 400 грамм тротила, вот, она запрещена множеством конвенций международных, но россияне ее используют, и там идет отрыв уже не на уровне стопы, а отрыв голени, отрыв бедра, и чистые летальные исходы, так вот, когда противопехотная мина, это отрыв ноги, и там уже дальше идет дебридмент, формирование культи, и так далее, но к нам такие раненые попадают, это именно где одной конечности нет, а вторая пострадала из-за раненщих элементов, вот такими как бы мы занимаемся, ну и когда взрывы там просто выносят, так сказать, часть конечностей, допустим, там колен, коленный состав живой, голеностоп живой, между ними осталась кожа, кое-какие мышцы, сосуды и нервы, а кости там 20 сантиметров дефект, 29 сантиметров дефект, ну вот, такие вот вещи, которыми как бы мы занимаемся, страшное дело, так вот, о чем я говорю, о том, что украинцев сейчас такой большой опыт замещения этих дефектов, комбинируя разные технологии и международные технологии москулея, так называемые, и классические технологии Элизарова, которыми ребята владеют великолепно, и комбинациях с внутренней фиксацией, и с современными заменителями кости тоже, как бы, которые, ну вот, это не на основе керамики там или гидроксиапатитов, как это было раньше, а есть заменители кости, они не дешевые, очень даже дорогие, там около 500 евро 10 кубических сантиметров, ну, это, чтобы было понятно, допустим, если дефект голени 10 сантиметров, то нужно 100 кубических сантиметров заменителя, если мы о нем говорим, ну, как правило, это собственной кости перемешивает, ну, то есть, такие дорогие игрушки, но это уже не керамика, не гидроксиапатита, это уже те заменители, которые встраиваются каким-то образом в процесс естественной регенерации кости, как вот BMP, да, там, протеины костные. Да, я участвовал в такого рода операциях, наблюдал, T-Bell Plate, это очень сложная операция, и для восстановления требуется значительный объем замещающего пластика. Я прошу прощения у наших дорогих зрителей, что я столь глубоко ушел, так сказать, в наши, мы же всегда очень трудно, когда разговариваешь с коллегой, репутация, которого известна во всем мире, ты знаешь, он великолепный доктор, очень сложно отклониться от именно врачебного разговора для того, чтобы это было интересно и вам, дорогие друзья, так что простите нас великодушно, но мы стараемся. Да, давайте вернемся немного в мирное время. Я знаю, что вы работали в одной из самых высоко организованных и оснащенных больниц в России, это Ильинская больница, которая была целиком с нуля построена как больница нового времени. Инвесторы, кстати, были не российские, а зарубежные и эта больница была просто на переднем крае, все было так, как нужно и положено делать, но это была больница для богатых. Расскажите мне, пожалуйста, как вам работала в Ильинской больнице? Вы знаете, я бы мог назвать это время работы в Ильинской больнице наверное с профессиональной точки зрения самым счастливым временем в моей травматологической карьере. Во-первых, я очень благодарен руководителям больницы Игапееву и Живу за то, что меня в свое время туда пригласили, когда она не была еще достроена тогда, когда решался вопрос с оборудованием и мне позволили вот именно такие были условия нашего устного соглашения, что я буду сам собирать свою команду, это очень важно, это любой организатор, не только врач, а в врачебной среде, это тем более важно, когда ты можешь набрать свою команду единомышленников и которых, способности которых тебе известны, оборудование то, на котором я хотел работать, это все было, ну да, больница это дорогая, там часть решалась путем страхования меньше, но в принципе до нас-то, до врачей эти вопросы доходили меньше, у нас был пациент, тем более установка была, руководство такая, допустим, завозят кого-то с политравмой, с множественной сочетной травмой, политравмой, мотоциклист, например, для наших обычных зрителей, или человека сбила машина возле больницы, или он упал на стройке рядом, там же не включался алгоритм, может он платить или не может, и кто за него оплатит. Да, точно так же как и у нас, никто даже не спрашивает пациента. Конечно, конечно, помощь оказывалась по высочайшему стандарту. Именно так в значительном количестве случаев все это закрывалось как бы за счет инвесторов на первом этапе, потом, наверное, это входило, естественно, в цену, которую платили другие пациенты обеспеченные, но тем не менее как бы никогда не было такого, чтобы врачи не могли заниматься спасением жизни. Да, когда жизнь спасена, тогда, когда уже, как правило, и органы спасены, тогда возникал вопрос, дальше лечение будет здесь или для одолечивания будет выбран какой-то другой стационар, но на первом этапе никогда такого не было. Это больница высочайшей организации, и, ну, во всяком случае, на том этапе, когда я уехал, вынужден был уехать, я понимаю, что такого, как было, уже никогда в моей жизни не будет, и я очень благодарен коллегам, и я очень благодарен руководству больницы за возможность работать вместе. Ну, а дальше война, что большая война, я не мог оставаться в России, сначала меня больше морально-этические соображения как бы в этом плане трогали, но когда к ним присоединилось и преследование, я уже должен был думать о своих детях, я должен был думать о своей семье, тем более моя жена, она нейрохирург, позвоночный хирург, она своих взглядов никогда не скрывала, работала она в Боткинской больнице, она активный проукраинский, ну, в данном случае антивоенный, антипутинский человек, ну, арестовали бы нас обоих, детей бы отправили в детские дома, нет. К сожалению, это очень важный фактор для людей, которые все еще остаются в России, они остаются под страхом того, что их могут репрессировать, но у них просто некуда ехать, это очень большая и сложная проблема. Леонид, извините, не перебью, но дополню вас, очень сложно тем людям, которые на виду, ведь если ты не очень на виду, ну, просто не надо участвовать во лжи, да, вот в этом всем карнавале по мере возможностей, это уже достойная позиция, не надо только специально садиться в тюрьму, время диссидентства уже прошло, это в те времена. Ну, пропал Андрей. Да, да, я здесь. Окей, все нормально сейчас, да. Это в те советские времена у диссидентов, у интеллигенции не было иного способа выразить свое отношение, показать миру, что не права человека в Советском Союзе ничего не значат, кроме как сесть в тюрьму, а иногда и умереть, да, как. Тот же Марченко, да, который держал голодовку, ну, и другие известные люди, как Василь Стус с Украины, да, который тоже умер, когда держал голодовку. Сейчас не надо кормить этот путинский режим тем, что ты садишься в тюрьму. Не нужно этого делать, поэтому нужно сохраниться, не участвовать во лжи, пытаться оставить свою совесть чистой, и вот мне так кажется, и я очень и переживаю, и сочувствую антивоенно настроенным друзьям, которые остаются в России, но здесь есть еще один момент, если ты на виду, то режим уже заставляет тебя не просто молчать, заставляет говорить. Пока мы это видим на примере всякой поп элиты, начиная от Киркорова, заканчивая Настей Ивлевой, которые вынуждены ездить в Донбасс и слушать, как пулеметные очереди раздаются и поддерживать открыто российскую агрессию. Я очень боюсь, что придет время, когда и тех докторов, которые являются лидерами мнений, которые против войны, заставят высказываться. Такое может быть. Кстати, давайте поговорим об еще одном докторе, который очень сильно на виду у всех российских жителей. Я знаю, что вы учились в одном институте с Еленой Малышевой, которая являлась одной из самых известных телеведущих медицинских. Все помнят ее передачи, на которых она учила зрителей как какать. Это просто облетело даже весь мир среди русскоязычных зрителей. Я знаю, что Елена Малышева является владельцем огромного количества рассеянных по всему, по всей России медицинских клиник. И мне приходилось слышать очень разные мнения о качестве лечения в этих клиниках. Я уверен, что вы знакомы с этим не понаслышке. Расскажите, пожалуйста, как это все работает и хорошие ли это клиники. Ну, знаете, мне здесь трудно давать какую-то оценку. Елену, да, действительно, я знаю ее с институтских времен, она и ее брат нас, брат-близнец ее нас познакомил, она на год старше училась. Потом они приходили, когда было выпускной, у нас в 85-м году, тогда он как раз совпал с антиалкогольной компанией, поэтому нельзя было проводить выпускной вечер в ресторане с алкоголем, но я жил в самом центре города, и мы зашли ко мне из предыдущего курса, и Лена пришла, и Леша пришел, как бы, вот, мы отмечали выпуск уже и нашего курса вместе. Да, я давно и хорошо ее знаю, я помню еще те программы, которые были рассчитаны и на обычную публику, и на профессионалов, в частности, год, наверное, 97-98, я тогда работал еще в Кемерово, она приезжала из Москвы и делала программу по внутрикосному остеосинтезу, тогда мы были, ну, вот, на передовой, так сказать, на Западе еще не поняли, что вот эти гвозди нового, не все поняли, гвозди нового поколения, это то, что будет золотым стандартом на многие-многие годы вперед, а мы как-то, я не знаю, можно назвать это счастливой случайностью, можно назвать это догадкой, мы купили это поколение, новейшее гвозди, как бы, и именно так я вошел в преподавательскую команду, потому что оказалось, что у нас опыт вполне сопоставим, а иногда опережает опыт западных стран, там, в Кемерово, как бы, первое мое приглашение в качестве именно лектора было, преподавал я первый раз в Швейцарии в 98-м году, но тогда я не читал лекции, я проводил практические занятия на моделях костей, а читать лекции меня первый раз пригласили в Эстонию, как ни странно, в Таллине был семинар вот по этим новым методам лечения для трех стран Балтии, Литвы, Латвии, Эстонии, и вот как раз как бы я будучи глубоко из Сибири рассказывал, каким образом это все можно делать. Так вот, я сталкивался, видите, как бы я сказал, я не готов давать такую жесткую какую-то негативную оценку или позитивную. Нет, зачем объективную? Вы знаете, это бизнес-проект, это бизнес-проект, который ориентирован на лечение тех пациентов, с моей точки зрения, далеко не всех из которых действительно нужно лечить, скажем так. Скажем прямо пациентов, у которых есть деньги. Ну, вы знаете, в Ильинской больнице она тоже была настроена на пациентов, у которых есть деньги, но в то же самое время там никогда не возникало вопросов, что надо назначать какие-то дорогие методы обследования, надо пациенту говорить, что его нужно оперировать, когда там можно попробовать полечить консервативно и так далее. Поэтому все-таки этика в Ильинской больнице врачебная и способность соблюдать именно врачебные правила, гайды, алгоритмы, она стояла на первом месте, а не то, что нужно с пациента получить возможно большую сумму. Скорее всего, знаете еще, с чем это было? Не скорее всего, а один из элементов, как это осуществлялось, мы все, я не знаю, как сейчас, но те, кто работали тогда в Ильинской больнице, мы все были на фиксированной заработной плате, добротной, хорошей, даже очень высокой, даже по очень, ну, ведущие специалисты, по очень высоким московским меркам, но она не зависела от того, этот пациент заплатит 12 тысяч там условных единиц, если я его прооперирую, или я консервативно его вылечу за 120 евро, да, как бы там за один прием, моя зарплата от этого не зависела, но доход больницы, понятно, если там говорить глупости, но это репутация, вот такого там не было, заработная плата фиксирована, и врач не заинтересован в том, чтобы назначать пациенту то, что не нужно пациенту, наоборот, контролировалось именно то, что было назначено и из исследований, и из лечения, вот то, что соответствует диагнозу или позволяет поставить диагноз, но не то, что позволяет получить больше денег. Я не уверен, что, ну, такие же, вернее, я знаю, что такие принципы не работают в клиниках Елены Васильевны, но, ну, как бы, есть пациенты, которые готовы платить за то, что с ними поговорят, успокоят, сделают это, знаете, в России очень модно, капельница, она же от всего помогает. Да, Андрей, я думаю, что этот вопрос очень сложный и он очень интересный, и если мы поговорили бы об этом совершенно отдельно, что я имею в виду? Существуют в разных странах различные способы от того, как сделать врачей этичными, как предотвратить избыточные расходы на пациента. Это очень сложная тема и мы можем отдельно ее обсудить. Я думаю, что это будет, Леонид, мне кажется, что это будет интересно и вашим, и моим, нашим с вами зрителям. Почему? Потому что есть, допустим, в Санкт-Петербурге до большой войны, я даже на одной из конференций делал доклад, презентацию такую плацебо-хирургия, потому что некоторые же думают, что только плацебо это может быть сравнение эффективности лекарств. Нет. Есть акция... Плацебо это универсальное объявление. да, да, да. Есть хорошая книга, по-моему, это австралийский автор, вот я на основе нее делал, Ultimate Placebo Surgery называется. И там с обычными вещами я согласен. Мы оба с вами представители хирургического крыла. Да. Инвазивного и активного крыла методов лечения. Я думаю, будет очень полезно обсудить для всех врачей эту проблему в отдельном, в отдельной передаче. И для пациентов тоже потенциальных. Почему? Потому что в принципе наш же подход, что если мы не касаемся лично индивидуальной информации, то у нас нет секретов как бы от пациентов по большому счету, почему не поговорить о том, что допустим инъекции препаратов гиалуроновой кислоты в коленный сустав это самое дорогое в мире плацебо. Никто не доказал эффективности, но на этом зарабатывают тысячи хирургов, десятки наверное тысяч и компаний. если вы посмотрите на вебинары, которые у меня на канале есть, у меня есть вебинар посвященный морально-этическим и экономическим проблемам в медицине. Я думаю, что на основе этого вебинара мы можем организовать очень интересную беседу, которая будет очень интересна для всех наших зрителей. Но это в будущем. А сейчас еще один вопрос. Мы все понимаем, что Украина должна победить и она победит. Мы все верим в это. Но когда Украина победит, для нее начнется самый сложный после войны этап. Нужно будет восстанавливать всю страну. А мы с Андреем должны поговорить о одной проблеме. Это проблема реабилитации больных, потому что реабилитология это значительно иногда более дорогая и не менее сложная, чем травматология, лечение боли, проблема. Плюс огромное распространение среди всего населения посттравматического синдрома. Что ждет украинскую медицину после войны? Вы знаете, на что я надеюсь? Я надеюсь, я уверен в том, что война закончится на политических условиях Украины. Скажем так, победой Украины, но в эту победу вкладывается разная, но вот на тех условиях политических, с которыми будет согласна Украина. И я очень хочу, чтобы те партнеры, западные партнеры, не оставили Украину тогда, когда это все закончится. Потому что вы абсолютно точно сформулировали эту мысль. Война закончится, а медицина повреждений, в том числе и психологических травм, и психических травм, это будет продолжаться еще долгие-долгие годы. И тогда может даже не быть дело в том, что здесь же проводятся исследования врачей, которые лечат раненых. Они же тоже подвержены вот этому вот синдрому, да? Звука я не слышу, Леонид. Сейчас нормально, да? Ага, сейчас отлично, да. Они же тоже подвержены, даже было вот в одном из городов Западной Украины было проведено исследование психологами, это мои друзья мне это показывали во время нашей последней встречи на курсах в Умане, ведь остаются и мирные травмы, и военные травмы, и вот большая гражданская ранее больница, в ней одно большое стокоечное отделение, специально организованное там занимается лечением военных повреждений, ну и обычная травма, ортопедия, там на 40 коек, которая лечит вот пациентов этого города и области, и сравнивали психологический статус врачей, которые работают для мирного населения и для, и лечат военных, вы знаете, что оказалось, что вот этому стресс-синдрому гораздо меньше подвержены врачи, которые занимаются с военными, почему, потому что они каждый день чувствуют, что, помните, как в советское время говорили, мой труд вливается в труд моей республики, да, моя война вот здесь, вот в этой операционной, это моя война, я воюю, не с автоматом в руках, я и себе так же говорю, а я воюю со скальпелем в руках для того, чтобы эта война закончилась быстрее, а те, которые занимаются цивильными, гражданскими, ну, как бы нет вот такого вот, ну, понятно, что это важно, это нужно, потому что, ну, жизнь продолжается, но вот количество расстройств, стрессовых расстройств врачей, которые не занимаются военными, гораздо выше, и тут ключевое не то, что они занимаются гражданскими, а то, что они не занимаются военными, вот, вот как бы в чем дело, тем не менее, как бы мы все понимаем, что это будет очень тяжело и с медицинской точки зрения, да, сейчас открываются прекрасные реабилитационные современнейшие центры, и в Киеве, и во Львове, но... Я могу высказать только свою точку зрения. Ну, относительно победы Украины в войне, у меня очень особенная точка зрения в этом плане. Я считаю, что Украина победила в первые два месяца войны, и эту победу нужно только развить и закончить. Украина победила тем, что она не сдалась, исход войны мог быть совершенно другим, если бы не мужество украинских солдат. Личное мужество президента Украины, кстати. Поэтому я считаю, что Украина уже победила. Нужно только юридически и политически зафиксировать эту победу. Относительно участия нас всех, я сам лично планирую, конечно, приехать в Украину, как только война закончится. И я знаю очень многих американских врачей, в разговоре со мной они выражали желание пожертвовать как-то, помочь своими, в первую очередь, своими знаниями. Они согласны приехать в Украину и продолжить hands-on помощь Украине по своим прямым участиям. И, конечно, Вторая мировая война породила pain management как специальность. Эта украинская война даст гигантский толчок к реабилитологии, к росту реабилитологии как науке. И я думаю, что будет огромный приток помощи со всех стран. В этом я ни на секунду не сомневаюсь. Потому что если в помощи военной существуют многие политические подводные камни и проблемы, в показании помощи медицинской таких подводных камней нет. И эта помощь будет оказана. Я хочу заверить украинских людей в том, что это будет. Андрей, мы уже беседуем больше часа. Хотелось бы, конечно, еще, но я понимаю, что attention span наших зрителей подходит уже к концу. Я предлагаю вам встретиться еще раз и побеседовать более конкретно об особенностях медицины в разных странах. Обязательно мы это сделаем. И можно мне вот сказать несколько слов. Дело в том, что мы беседуем в тот день, когда в Украине большинство верующих, а Украина это страна верующих. Вот, допустим, по сравнению с Россией, тут много искренне верующих. Людей доминирует православная церковь, поэтому мы беседуем накануне светлого праздника Пасхи. и я не религиозный человек, но многие мои друзья, врачи, они религиозные люди, верующие люди, по-настоящему верующие. И они говорят о том, что мы надеемся, естественно, что Христос воскреснет в очередной раз, но мы очень надеемся, что Он посмотрит и на нас, Он посмотрит на Украину. И вот с этим чувством я сейчас поеду, потому что подойдет эвакуационный поезд с ранеными, и скорее всего вот сейчас он должен подойти, и я поеду в госпиталь. И мы ждем, что какое-то благословение снизойдет на Украину. это очень тяжело эта война. Да, я полностью с вами согласен. В заключение я хочу сказать так, как у нас говорят в Америке. God bless you. Я имею в виду вас лично и всех украинских людей, всех, всю Украину. Еще раз большое спасибо, Андрей, большое спасибо нашим зрителям. Подписывайтесь на наши каналы. Канал Андрея Волны будет указан в описании к видео. Большое вам спасибо и до свидания. До побачення. До побачення. До побачення.